Город Екатеринбург, Комневой Наталья Александровна, представитель и руководитель Уральского отделения Академии Делополитических Программ. Город Екатеринбург, Комневой Наталья Александровна, представитель и руководитель Уральского отделения Академии Делополитических Программ. Город Екатеринбург, Комневой Наталья Александровна, представитель и руководитель Уральского отделения Академии Делополитических Программ. Город Екатеринбург, Комневой Наталья Александровна, представитель и руководитель Уральского отделения Академии Делополитических Программ. Сознание. Константальная война. Суть ее в том, что это системное замещение основных ценностей массового сознания определенного общества с целью изменения его самоидентификации для обеспечения латентной, то есть скрытой, полной управляемости изменений в отношении данного общества. И, по моему мнению, сейчас разворачивается глобальная форма константальной войны, то есть идет процесс переформатирования массового сознания и социальной самоидентификации ключевых народов мира на четырех континентах, то есть Евразии, Африки, Америки и Австралии. Почему? Что я называю ключевыми народами? Дело в том, что человеческая цивилизация, она, конечно, создается всеми, но основные индусы ее развития из гребли идут от относительно немногого числа, небольшого числа ключевых народов, которые создают матричные основы цивилизации на этих материках. И, в частности, это цивилизации Средиземноморья, включая Север-Африки, это цивилизации Междуречия, цивилизации Индии-Китая и Мезуамерики. Так вот, геоцивилизации в политическом плане оформляются разными государствами. И если вы ударите в геоцивилизацию, уберете ее основные системные ценности и заместите их другим, сейчас скажу другим, то вы уберете ментальный базис развития целого ряда государств. И здесь нужно сказать, что кто является основным актором этого замещения и на какие ценности идет замещение основных ценностей ключевых цивилизаций. Но кто является мировым гегемоном, тот и диктует, потому что его финансы, его объем влияния помогают ему, обеспечивают ему достижение этой цели. Сегодня глобальной мировой цивилизацией, которая господствует в мире, является цивилизацией Англо-Саксонской, ее основное государство, Соединенные Штаты Америки. Таким образом, ценности Англо-Саксонской цивилизации постепенно должны стать и находятся в процессе замещения других ценностей других цивилизаций. И Константальная война имеет несколько формосуществления, и я назову только два. Первая — это археологическая война, то есть уничтожение материальных свидетельств ключевых мировых цивилизаций. И все мы с вами можем видеть, что во всяком случае на Ближнем Востоке, в Большом Ближнем Востоке, то есть в ареале, начиная с Марокко и заканчивая Центральной Азией, во всем этом громадном ареале идет уничтожение материально ощущаемых, материально видимых ценностей этих цивилизаций, включая не только, собственно, артефакты в виде статуи, храмов, но и письменные источники, целые библиотеки громадные уничтожаются. Разграбляются музеи, например, в ходе Иракской войны было полностью разграблено несколько музеев Ирака. И когда министра обороны, тогдашнего министра обороны Соединенных Штатов Рамсилда укорили в этом, говоря, что по ГААКской конвенции войска вторжения должны обеспечивать охрану культурных ценностей, в частности, в музеях, чтобы не произошло такого. Потому что мало того, чтобы было разграблено, так и уничтожено было еще, просто разбито и растоптано. А он сказал следующую интересную фразу. Мы принесли в Ирак свободу, но свободой можно воспользоваться, как во зло, так и в добро. Но они выбрали зло. Иракцы. Мы в этом не виноваты. Значит, и вот эта редуцированная, то есть сведенная к простейшей форме идея либерализма, то есть свобода. Какая свобода? А не какая? Просто свобода. Чего? Всего. Вот что хочешь, того и свобода. Вот эта вот редуцированная идея, будучи оторвана от своей базы, то есть базы идеологии либерализма, базы общечеловеческой морали, она является оружием. Она является оружием нового типа, консцентальным оружием. В данный момент существует еще и такой вот комбатант, очень специфический комбатант, консцентальной и не только консцентальной войны, как исламское государство, которое, ну вот то, что оно делает, разрушение материальных ценностей и культуры, это один из трех трендов, которыми это государство занимается. То есть это не конвенциональная торговля нефтью, торговля людьми и торговля археологическими ценностями из разрушаемых памятников. Так вот, это самое исламское государство в своем третьем тренде археологической войны является комбатантом, которого невозможно как бы фиксировать никакими международными конвенциями, потому что оно не является государством, это квази-государство. С ним невозможно никакие договоренности. И не только потому, что это не государство, но еще и потому, что его идеология очень легидная, очень жесткая, не позволяющая идти на компромиссы. Так вот, почему уничтожение материальных ценностей, ключевых цивилизаций, это гибель государств. Уничтожение материнской цивилизаций или цивилизаций, потому что хронологически их может быть несколько, подрывает основу функционирования соответствующих этой цивилизаций государств в той мере, в какой они впитали в себя ценности вот этих материнских цивилизаций. И главная цель, вот самая важная, какова цель, это стирание исторической памяти народов, вот этих ключевых народов, всего человечества в целом, после чего на чистой доске можно будет написать другую историю с помощью издания монографии, с помощью разработки учебных программ, высших учебных заведений, с помощью там речей и выступлений. Итак, стирание исторической памяти ключевых народов и человечества в целом, после чего на чистой доске можно будет написать другую историю и создать другую самоидентификацию народов и человечества в целом. И эта история, и эта самоидентификация будет историей самоидентификации англосаксов. И мировая история будет начинаться с момента формирования англосаксонской цивилизации И состоять функционирование их ценностей. Это не будет завтра, это не будет послезавтра. Геополитические проекты очень длинные, но если не воспрепятствовать этому, то в буквальном смысле через одно-два поколения уже будет достигнута вот этого цели. И очень хорошо, что в буквальном смысле в эти дни Россия начинает противодействие этому тренду. И сегодня на совместном заседании обеих палацей Редной Федерации, Озеров, глава Комитета Госдумы по безопасности, сказал следующую фразу. Успех борьбы с терроризмом лежит в гуманитарной сфере. То есть противодействие этому это правда и систематическая пропаганда реального положения дел в сфере цивилизации. И борьба вот с тем новым комбатантом, который уничтожает вот это все. Потому что это не просто там отрезание иголок, я не знаю, ужасное сжигание живьем там солдат сирийской армии, а это уничтожение основ, ментальных основ цивилизации в целом. Так вот, и в этом же тренде идет искажение истории Второй мировой войны. Почему? Да, кстати, заметьте, что одна из основных целей археологической войны это уничтожение памятников христианской цивилизации. В той же самой Сирии из 22 религиозных общин страны в 12 христианских в Сирии находятся три патриархата. Греко-католическая, православная и католическая, католический патриархат Востока, так называемые антиохийские патриархи. И вот если это все будет сброшено в море, то Россия просто подставила руку под последний этап просто этого всего. Потому что, как мы с вами знаем, все основные, да не основные, а вообще все монастыри и церкви, которые попадали под сферу влияния игил, они просто уничтожались. Кстати, началось это с гуманитарной интервенции 99-го года в Югославии, когда в Косове из 151 православного храма осталось 2. Остальные были взорваны или превращены в мечи. Потому что христианство является основой европейской цивилизации и в частности российской. И на мой взгляд, вот эта вот археологическая война, искажение истории Второй мировой, это прям борьбы с православно-славянской цивилизацией как базой развития России. Как базой развития России, то есть основного государства данной цивилизации, православно-славянской. И искажение истории Второй мировой идет по следующим моментам. Первое. Русские воевали неправильно. В каком смысле неправильно? Вот англо-саксонские войска воевали неправильно, гуманно. А если вспомнить бомбардировку Дрездена, очень сильно гуманная акция была, да? Ну так вот, они воевали гуманно, а русские воевали не гуманно. Там снимаются фильмы, значит, пишутся книги о том, что вся русская армия вторжения... Заметьте термин «русская армия вторжения». Это были насильники, это были грабители, это были мародеры. То есть русские воевали неправильно. И русским навязывается самоидентификация народа-неудачника и народа-преступника. В развязках войны равным образом виноваты Германия и СССР. Победителем во Второй мировой войне являются американцы. И главные битвы это Эля Ланейн и Артол Бидуэй. И после Второй мировой СССР оккупировал и аннексировал страны Восточной Европы. И в каждой стране Восточной Европы есть музей русской, советской точнее, оккупации. И вот искажение истории мировой, на мой взгляд, базируется на исчезновении СССР как материально ощущаемого, зримого актора-победителя. Потому что, конечно, Россия является юридической правоприемницей. Но это все равно, что отождествлять того, кто создал состояние, и его наследника. Наследник и тот, кто создал крупное состояние, это разные лица. Наследник может просто проедать то, что создал первоначальный создатель этого состояния. И СССР, и Россия, да, юридическая связь есть. Но это другая экономическая система, другая политическая и другая идеология. Это другой актор. Соответственно, победитель ушел. Можно делать все, что хочешь. И последнее. Хочу напомнить вам. К сожалению, молодые уже этого не знают. Просто потому, что их этому не учат. Польша первая подверглась нападению гитлеровской Германии. И сопротивлялась с 1 сентября по 6 октября 1939 года. Дания 9 апреля 1940 года воевала один час. После чего король сказал, ой, да что, 10 уже жертв нет. Давайте не уйти. Это слишком затратная вещь. Набегия противостояла Германии с 9 апреля по 2 мая 1940 года. Бенилюкс. 10 мая 1940 года. Люксембург, ну ладно, он маленький. Сдался 11 мая. Нидерланды 14 мая. Бельгия 26 мая. Все-таки она побольше. Франция держалась дольше всех. И с 10 мая, когда пошло вторжение, капитулировала 21 июня. И только ужасный, кошмарный, тоталитарный, агрессивный Советский Союз держался 4 года и закончил войну. В столице агрессора попутно, попутно заняв в столице нескольких Союзных Германий и государств. То есть здесь есть еще один аспект. Мы были трусами. Давайте забыли это. То есть мы, да, мы струсили, но к нам пришли такие варвары, которые гораздо хуже тех, которые мы сдали. Ну, у меня больше нет времени, чтобы останавливаться на других трендах кандидатальной войны. Просто я хочу сказать, что в этой войне используются абсолютно любые способы искажения, не только исторической, а любой правды. Знаете ли вы, что Гагарин сгорел, оказывается, и не совершил свой знаменитый полет 108 минут, а он сгорел. И потом, только, ну, полет был неудачный, и потом только уже вот как бы фальсифицировали это дело. Что первый человек в космосе был Джон Гленд, что первая женщина в космосе была американка, и что это мы, оказывается, ударили ядерными бомбами по беззащитным городам Японии. Вот и все. Спасибо. Слово представляется Орихе Уиде Борисовичу, доктору технических наук, процессу Реша, 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 Реша. Пожалуйста. Так, значит, я... Подготовиться Иванову. Да, Борис Ильич. Да, Борис Ильич. Значит, поскольку нам время до 4 часов, здесь я повторяю, будем предъявляться регламенту в пределах 15 минут, чтобы все заявленные докладчики смогли сделать и получить соответствующую цель. Итак, начинайте. Уважаемые коллеги, я инженер по образованию, пазлум, продолжаю заниматься инженерией. Я уже долгое время занимаюсь вопросами о психиополитике, коррелированными с информационными процессами. И вот уже целый ряд моих работ, в том числе и в этом сборнике, вы найдете. Там довольно подробно изложены вещи, которые не требуют, или там поведенный математический аппарат решения, не требуют особого развития. Я бы хотел в пределах отпущенного явления просто постараться показать вам собственное видение информационных процессов и корреляций, и влияние на, скажем так, информационно-моральное состояние общества, в основном, которое реализуется через средства передачи и доставки, я не побоюсь этого термена, доставки информации. Во-первых, я хотел бы, вот чуть-чуть отвлекаясь в качестве наблюдения, на минуту, опереться на выступления предыдущего выступающего, с, так сказать, довольно интересным таким докладом, связанным с достаточно, с моей точки зрения, интересным анализом. Многие вещи мне были незнакомы, но вот то, что мне знакомо, мне бы хотелось немного развить. Вот волей судеб так сложилось, что я одновременно являюсь профессором-сенатором Морской Академии Польши уже 20 лет. Я работаю там по контракту, естественно, и здесь. У меня там масса друзей, огромное количество людей, которые наши профессии, которые участвуют в конференциях, симпозиумах, которые меня поддерживают, которые смотрят с опаской по разным вещам. Мы не оперируем фактами, я не знаю, почему мы это делаем, я сейчас скажу свое мнение, это претензия скорее к политологам и историкам. Наш менталитет, видимо, он еще гнездится в недрах нашего, ну, российского самосознания. Государство многонациональное, государство тысячу лет складывалось из разных кусков, не только это, но и религии. И мы приняли, так сказать, ну, как-то, если хотите, соревноваться уравнивать, когда мы считаем, что точно так же должны к нам относиться вне государственных границ, как и мы относимся к этим людьми. Меня страшно удивило после просмотра целого ряда фильмов там, в том числе и Горевудских. Вы посмотрите, вот у нас такой фильм, как «Солярис». Там представлены все нации, в том числе американцы, англичане, русские, там еще кто-то. То есть, вроде все родные, все люди замечательные. Вы нигде не увидите на одном фильме подобного рода фильмов, или вы, что там там «Спаси Господь русский» или кто-то там еще, китайский. Это нонсенс. Посмотрите, пожалуйста, другой момент, который я хотел бы здесь же затронуть. Наши проколы. Почему в угоду определенной политической конъюнктуры, я понимаю, был такой период, но из замечательных стихов Лермонтова был выдран целый кусок, который заканчивается «Бегут трусливые грузины». Это в то время, когда был освобожден Тифлис, и Лермонтов об этом писал. Не забыл обидеть грузин, результат мы с вами имеем сейчас. Почему, когда мы говорим о памятнике Богдану Хмельницкому, о Переястровской Раде, мы не говорим, что за 7 лет, внимание, только за 7 лет до Переястровской Рады, Богдан Хмельницкий получил золотую саблю от Сергея Газмунда Ваза за борьбу с москалями. Это факт. И этот факт скрывается. И у нас в нашем сознании это вот все тоже искажено. И, наконец, последнее, не моих профессиональных, это не мои профессиональные, так сказать, занятия, вот я пытаюсь. Наконец, последнее, что меня поразительно удивляет. Мы позволяем искажать сознание не только наших соседей, наших противников, но и наших детей. Посмотрите, как интересно. Мы все, ну, приблизительно, так сказать, кто моложе, кто старше одного возраста, запустили спутник. И я помню, это первые мои поездки за рубеж, еще по линии комсомола, спутник. Весь мир говорил спутник, в отличие от сателлит. То есть сателлит это что-то сопровождающее, а спутник это вот именно спутник Земли. Как только американцы запустили спутник, слово во всех газетах, в телевизии, слово спутник ни разу не повторялось, говорилось, что сателлит. Сегодня даже в Польше, которая вот наша соседка рядом, и в прибалтийских странах, вы официально не услышите слово спутник. Вы услышите слово сателлит. То же самое космонавты, астронавты. Почему в нашем медиа пользуется астронавт Тейсен Космонавт? Почему в венгерском языке до сих пор, и считается оскорблением венгерского языка, назвать футбол Дереке? У них футбол это Дереке. Почему у нас футбол? Почему у нас, извините, тут дамы сидят, но я не удержусь. Почему у нас голтрипер? Что это за медицинский термин? Почему не вратарь? Кто и мы тем самым, по существу, шаг за шагом уступаем в своем поле? Мы ругаем Горбачева, а вместе с тем льем воду именно на мелицу вот таких Горбачевых. Даже сегодня наши нормальные русские термины, вполне достойные, имеющиеся в русском языке, популяризируются с точки зрения, в данном случае, саксонской, англосаксонской бультовы. Ты куда пошел? На кастинг. На просмотр. Какой кастинг? Кастинг у них, у нас просмотр. Нет, у нас вы услышите слово просмотр вообще. Вот этот, так сказать, маленький момент, который связан с тем, что я хотел, можно посмотреть более подробно в моей статье, я хотел вам показать. Информация. Четыре основных позиции информационных, которые имеют и количество, и качество. Это своевременность, достоверность, полнота и непротиворечивость. В первую очередь, своевременность. Это временная ось, на которой мы всегда можем расставить даты и четко, ясно определить своевременность доставки информации. Момент опоздания и момент задержки. Вот это раскладывание информации до своевременной оси дает очень хорошие результаты. Тогда это может идти в модель. Пример. Вот мы говорим, так сказать, о оккупации Польши. Советские войска оккупировали Польшу вместе с Витером. Вот несчастная Польша в ноль до кафе. А вот теперь положим шею на временную ось. Война, Гильгер напал на Польшу в первую сентября. Прекрасно. 13 сентября польское правительство целиком сбежало из Варшавы, бросив и армию, и хозяйство, и организацию. Весь из Грештаба, кстати говоря. И уже 16 числа перешло, было в Румынию. 16 числа. Внимание. 17 числа наши пересекли границу и вошли на территорию Польши, а 18 была взята Варшава. Вот если разложить это по такой линейке и представить любому оппоненту, ему тут же можно заткнуть рот. Не было никакой оккупации по той простой причине, что не было правительства с кем договариваться. Оно отсутствовало. Отсутствовало руководство армии, не с кем было брать какие-то. Причем тут, причем тут какой-то пакт Молотова-Регентрова. Обратите, а вот еще он тут. Его нету. Это потом, там можно было рассуждать. И еще один момент, вот полнота. Достоверность информации. Опираясь на ваш тезис. Достоверность информации очень четко определяется. Здесь бинарное отношение. Либо да, либо нет. Либо информация достоверна. И это факт, который можно подтвердить документом. Конкретной записью. Или в конце концов это общеизвестные факты, которые, даже как функция Ирланды, известны. Вот достоверность информации. Что мы знаем достоверно о Первой мировой войне? То, что та же самая Польша вместе с Гитлером в 1937 году оккупировала точно так же, как наша ваша восточная часть, оккупировала Тешинскую область. И вместе с гитлеровскими войсками делила Чехии. Не словаки, а Чехии. Почему у нас любят? Почему в Польше, так сказать, стыдливо об этом иногда упоминают? А наши историки, зная об этом, нигде об этом не пишут. Почему они стесняются, в том числе и вы? И, простите, люди, которые занимаются конкретной геополитикой. Итак, достоверность информации. Четкое определение фактов. Полнота. Вот здесь несколько сложнее, потому что полнота распределяется на четыре уровня. Как это в системном анализе общеизвестно. Значит, информация может быть полной с точки зрения анализатора. Может быть не полной. Но одновременно информация еще имеет две характеристики. Наиболее вероятная и не наиболее невероятная. Четыре характеристики. Они рассчитываются очень легко. Если ориентироваться на наиболее вероятную, то полнота имеет совершенно конкретную оценку. И непротиворечивость. Ну, здесь совсем просто. Если два факта противоречат друг другу, значит, нужно либо отметать эту информацию, либо искать дополнительные результаты. Что же получается в итоге? А в итоге получается, что любая информация получается на уровне одного бита. Один бит – это один сигнал. Буква, звук, цифра – это один бит. Человек в состоянии воспринять и принять решение только на вот наших психофизических возможностях. Восемь бит. Отсюда и появилось понятие байт. Вот восемь бит – это один байт. И мы оперируем цифрами в байтах. Потому что мы принимаем решение или группу решений, или последовательность решений именно в байтах. Отсюда гигабайты, мегабайты и так далее. И вот если на оси времени и на оси ресурса разложить вот эти показатели, то мы четко определим характеристику логико-рефлексивные отношения, то есть логику появления событий, и рефлексия, то есть зависимости одного события от другого. Это прекрасный метод, эта система достаточно хорошо отработана и известна. Это граф, в первом случае, это матрица, которая определяет зависимость событий, функцию времени и скорость появления того или иного информационного поля или сигнала. С другой стороны, это граф, который отражает связи между этими событиями. И вот, опираясь на логико-рефлексивные отношения, мы по существу и приходим к позиции замещения. Мы можем, и вот здесь, последний мой тезис, здесь мы можем перейти на позицию замещения. Если мы каким-либо образом на первом этапе, то есть вот эти 8 бит, в состоянии исказить информацию, то есть, например, вбросить противоречивую информацию и взять ее как наиболее вероятную, то в дальнейшем, имея абсолютно правильное развитие информационного поля в виде графа, на выходе мы получим искаженную оценку. Таким образом, это уже довольно известная вещь, пользуются методологией достаточно простой. Сначала делается модель реальная, действительно реальная, а потом ставится задача, в какой мере и в какую сторону на выходе необходимо исказить эту информацию и на каких связях может быть вброшена информация, либо неполная, либо противоречивая, либо недостоверная. И тогда по игре, вот на модели графа-матричной модели, можно отклонить вот эту выходную информацию до прямо противоположной той, которая реально существует. Вот более подробно все это, если кого-то заинтересует, готов на эту тему говорить, но достаточно полно это изложено и в статье сборники, которые здесь представлены конференции. Заканчиваю. Во всех существующих на сегодня моделях, информационных моделях искажения реальной действительности присутствует самый главный момент. Этот момент – это возможность человека идентифицировать нереальную, несоответствующую действительности информацию. И вот здесь тот самый ужас, который нам дарят медиа. Человек, не имея возможности или информации, или по сути, давайте прямо говорить, необразованный человек, не пытаясь анализировать полученную информацию, воспринимает ее для себя, вот на уровне этих, посреди, на уровне собственных знаний, на уровне собственного образования и на уровне собственного материала, доступного ему для анализа. Ну, что это может быть? В лучшем случае интернет, а так – телевизор. Отсюда мой вывод уже печальный, там его нету, а я всегда плачу, когда слышу слово ЕГЭ. Я плачу. Мы тоже. Потому что все, что я сейчас сказал, по крайней мере, последние три минуты-то, точно укладывается в тот самый, к несчастью, отрицательный тезис, который я высказал. Спасибо. Позвольте вам вручить сертификат и значок нашего славного мероприятия. Ведь мы теперь в каком режиме живем? Нужно повышать эффективность нашего участия научно. Поэтому все участники конференции и авторы сборника получают этот сертификат и сдают копию подделок адреса. Баллы повысить. Спасибо. Слово предоставляет Снепанову Борису Ильичу, философских наук, профессору, ведущему научному сотруднику Санкт-Петербургского, главному научному сотруднику Санкт-Петербургского отделения Института естествознания и учреждений. Института и истории естествознания и учреждений имени Сергея Ивановича. Российская академия и учреждений, пожалуйста. Уважаемый коллега, инженер по образованию, 15-20-45 лет работаю историком науки и техники и по степени философских наук. Я взял, казалось бы, не занимаюсь непосредственно темой глобалистики, геополитики и так далее, но та тема, которую я взял, она является и глобальной, и геополитичной. Как историк науки и техники, я хотел бы рассмотреть вопрос такой, как история становления и развития высшего технического образования. Вот через десяти минут, я думаю, этого будет достаточно, я бы постараюсь пройти вот этот двухсотлетний цикл, поэтому по необходимости грамки, о том, как происходило становление и развитие высшего технического образования, имеющего колоссальное значение для развития любой стороны. Итак, становление. Категория становления предполагает зарождение и становление как какого-то целостного явления. Зарождение высшего технического образования, я не буду говорить, это все в гонике есть, это можно посмотреть, относится к началу девятнадцатого века. И когда были, так сказать, претенденты на то, что это было еще и раньше, во времена Петра Первого и так далее, то там убедительно показано, что в общем-то, так сказать, то самое становление, о котором можно говорить, которое связано с завершением предпосылок, социально-экономических предпосылок, теоретических и практических, в данном случае технических, и является началом высшего технического образования. Для нашей страны это институт корпуса инженеров путей сообщения, который был создан в 1809 году. Там все это анализ сделано. Значит, это вот будет то, что касается начала процесса формирования, становления высшего технического образования. Завершение его может быть отнесено уже к концу, так сказать, с самого девятнадцатого, начала двадцатого века, когда высшее техническое образование, как социальный институт, стало системой. После этого, естественно, развитие образования не остановилось, но это уже было не становление, а развитие ставшего технического образования уже на новой своей собственной основе. Итак, коротко пройдемся по этим мыслитам. Значит, позиции мы имеем в виду, так сказать, основные периоды, этапы и карту, и характеристику, по необходимости. Значит, первое. Итак, становление технических наук имеет, так сказать, два, как бы, этапа. Первый этап – это начало девятнадцатого века и до конца девятнадцатого века – это формирование, восстановление этого образования. Значит, второй этап – это, ну, скажем так, 1900 год и 1917, потому что там было сломано, все началось все иначе, это восстановление высшего технического образования, как системы. Значит, теперь дальше. Если мы посмотрим дальше, вот, советский период, то мы увидим, что там тоже выделяется, в принципе, два больших периода. Это период, значит, от семнадцатого года до начала Великой Отечественной войны, и потом от Великой Отечественной войны до настоящего времени, включая и постсоветскую Россию. Но, конечно, сама по себе классифика периодизация более глубокая и эшелонирована, поэтому в каждом из этих периодов попробуем выделить этапы основные, которые характеризовались чем-то таким, сквозь отвечала его от других этапов. Итак, первый этап – с 1917 по 1929 год. Революционная, в кавычках, реконструкция высшего технического образования. Значит, второй этап, потом я тоже буду говорить, 1930-1941 год. Реконструкция высшего технического образования. Дальше – военный этап, ясно, 1941-1941 год. Затем идет возрождение высшего технического образования. Это самые, я считаю, лучшие годы. Это, значит, после 50-х и 60-х годов. Значит, в эти годы я учился, и могу сказать, что действительно, тут можно говорить много, я не буду об этом говорить, действительно, это было возрождение. 70-е и 90-е годы XX века. То есть речь идет уже о кризисных явлениях, которые стали появляться в развитии высшего технического образования. И, наконец, современный этап, значит, по 90-е годы, и вот начало XXVI века. И коротко пройдем по этим самым этапам. Буквально по одной-две минуты, значит, я просто буду говорить. Можно говорить бесконечно много, но, как говорил Александр Дюма, я с человеком говорил, даже очень иные вещи, рано или поздно, насчет жилье глупости. В то время последнего дня буду рад. Итак, первое. Революционная, в кавычках, реконструкция высшего технического образования. Что-то было по необходимости, но что-то было по причине того, что нужно было все сломать, чтобы осталось, а осталось много. Значит, в первом этапе еще старая профессура продолжала по инерции преподавать, так как это было в 19-е, начале 20-е годы. Но уже после того, как закончилась война, вернулись свои молодые люди, стоя с другой стороны, надо было, естественно, решать вопрос о том, как дальше готовить кадры. Ясно было, что те, кто закончили до старших курсов, их очень спешно, буквально за несколько месяцев, готовили и выпускали производство. Надо было просто это делать. Остальные надо было делать, обучать людей мало грамотных. В 4-5 классов надо было готовить поступление в УЗГ. Появляются разные факторы, которые готовят поступление в УЗГ. Но они плохо, мало что чего знают. Они за буквально за несколько месяцев проходили то, что надо было проходить, а дальше за несколько лет. И поэтому, конечно, уровень образования по необходимости должен быть снижен. И это происходило. Скажу только несколько примеров. Для того, чтобы все-таки они как-то учились, но были все-таки более сильные ребята, которые могли все-таки знать, бригадно-лабораторный метод обучения. То есть обучалась бригада вся. И отвечал кто-нибудь один. Отвечал один, а все получали зачтено. Не было оценок, отменили оценки. Было слово «зачтено». Отменили дипломное проектирование. Было бесконечное количество различных предметов, то одних, то других. Достаточно сказать, что было в то время, в их преподавании, от 64 до 70 важней предметов. Представляете, какой должен быть уровень, чтобы уложиться, чтобы в это время что-то рассказать. Значит, стремились быстрее готовить кадры, но тем не менее уровень был очень низок. В результате низкое, очень долгое, много лет учились, 4-5 лет, 7-9 лет учились, неуспеваемость, отчисление и прочее прочее. Значит, практика практически отсутствовала. То есть формально была практика, но на деле, в сущности говоря, их использование способно. Ну и другие моменты, о которых я не буду говорить, потому что написано «время или нет», и идем к следующему этапу. Тридцатые годы. Индустринизация. Качество не устраивало то, что делалось. Нужно было не организовать образование. И происходит этот процесс. Три постановления партии правительства, которые по существу вернули образование на старую основу, которая была раньше, но, так сказать, на новой базе, которая связана с социалистической индустриализацией и так далее. Поэтому программы существуют, как конкретные программы, принимается решение о том, что главным становится общенаучная и общетехническая подготовка, а не узкая специализация. Принимается решение о том, что в том случае еще были бесконечное количество, не было собственного управления, там были бесконечные комиссии, которые заседали, там и студенты командовали, и ректора. В одном и том же УЗе было от семи до десяти комиссий, которые сами знали, что они делали. Здесь все было четко. Ректора, кафедры, вернее, это сказать, факультеты, кафедры, конкретная программа и так далее и так подобное. Но, конечно, при всем при том, значит, все-таки уровень образования, так сказать, повышался, конечно, этого требовало все. Но вот тридцатые годы, как вы помните, это годы были, так сказать, большого террора, большого. И поэтому даже вот не только те, кто, значит, работал там, но почему-то имел свое точку зрения, но и западные специалисты, которые приехали, работали, все они попали по террору, более мечтой. Нет данных об этом. Это надо заниматься и дальше и дальше искать, но, во всем случае, тысячи и тысячи и дерьмо. Но, тем не менее, значит, все-таки качество образования увеличилось. Поскольку, допустим, практика стала, представляете себе, такого сейчас нет, допустим, практика была не только летняя, но она вместе с образованием шла параллельно. Лекционная и практическая, лекционная и практическая, причем в опоре на то, что, так сказать, дело с конкретным произведением. Значит, все закончено на этом, тут тоже нужно поговорить, а остальное просто быстро. Военные, военные, это совершенно ярко, не только на военный лад, работа на оборону, значит, масса людей ушел на фронт, часть института была закрыта, часть была объединена, часть попали в оккупацию, в общем, все очень плохо, и, так сказать, работали институты на оборону, и многое в нашем плане было сделано. И вот, послевоенное, все понимали значение, вот сама война показала, как важно иметь высокое уровень образования, чтобы все это, так сказать, что можно было многое сделать, а многое было сделано. В кратчайшую работу, немцы не церилифны, не церилифны, не церилифны, короткое время так сделайте, поэтому реализовать эти программы и решающие обороны. И поэтому вкладываются колоссальные средства образования, растет количество студентов и институтов, в три раза, в основании, в довоенном уровне, за несколько лет увеличилось количество студентов. Я учился в этом году, чтобы сказать, высочайшее образование. Значит, и обеспечение, соответственно, так сказать, необходимым оборудованием и так далее, и все как по возможности делать, чтобы выкладывать все хорошо. Заканчивая это дело, и буквально полминуты кризисное явление. Значит, вроде бы все 70-е, 90-е годы осталось по-прежнему, и научная деятельность называлась и так далее, но уже появились кризисные явления, которые не они определяли это, а буквально назову это такое, значит, не затраты финансирования, материально-техническая база создалась, значит, вопросы, связанные со связью с практикой и так далее. И главное заключалось в том, что идеологические факторы влияли, кибернетика, бузуазная наука, и мы отстали кибернетику, и отстали в электронике, которая базируется на этом. Вот эти кризисные явления не нарастали и привели к тому, что сейчас, ну, знаю, серьезная реорганизация, она происходит. Я не занимался современным этапом, я уже 9 лет не преподаю, поскольку я после института была в Калавриарх и прочее раскрытие время, поэтому на это рассматриваемся. Значит, все это в статье описано, все это проанализировано, поэтому, если, так сказать, вы будете смотреть, там вся эта логика и отсутствие логики будет ванночник перед нашим. Вот на это все. Спасибо. Я буквально два слова. Сначала вопрос будет задам докладчику. С Борисовичом мы связаны с творческой дружбой и личной дружбой уже на протяжении 45 лет, с поры, когда я пришел в 70-м году в историю создания техники, Борисович Мелещенко меня пригласил. А Борисович, он незадолго до этого где-то тоже, так сказать, как... 59-й. 59-й. Вот. И с тех пор мы, так сказать, я уехал в Москву, учился в артуре, вернулся, на преподавательскую работу сразу же ушел, но и с иедом, и с иедом, и с Борисовичем мы, считай, дружные и писали, делали совместные труды, и вот сегодня откликнулся на предложение. Спасибо. Так, вопросы? Борисович, маленький вопрос. Короткий вопрос, а короткий ответ сразу же. Да, короткий ответ. Когда вы говорили о кризисах и времени, как бы по полной 90-х лет, и все понятно. Я только не понимаю, а 70-е тысячи причем здесь? 70-е? Да. Тут вы понимаете, в чем дело. Я в начале начал, что в начале все как будто шелокально. В 70-е годы только там прорезались какие-то кризисные моменты, но все еще было вполне нормально. Но уже ценности было не очень, да, принять цель с высотой. Но уже, допустим, так сказать, материально-техническая база обеспечения, а сейчас требовалось его более высокий уровень, недостаточно было. То есть не было вот этих критических, а уже к 90-м годам это все вынесло. Так что я просто вынужден был по имени коллеги, если сказать. В начале это было еще более принятие и все, что это было. Спасибо. Спасибо. Так, я хочу сразу же, вы застроились наши участники, я буду предоставлять слово следующему Анатолию Ивановичу Чистобаеву, профессору географических наук, наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета. Теперь два факультета, геологический факультет и географии и как от природы? Геоэкология. Геоэкология. Геоэкология объединили, вот это неславный, не знаю, как это сказать. Вот, потом я предоставлю слово Сергею Николаевичу Ковалеву, представителю Института военной истории, кандидата исторических наук, Игору Михайловичу Левкину, доктору военных наук, профессору, и представителю, яркому представителю, так сказать, четыре автора, выступающих, которые Сергея Анатольевича Максимцева, Игорь Олеговича Копайю. Готовы, что мы до четырех часов вложимся, и еще какой-то... Игорь Иванович, а у меня слово, пять минут. Так, Анатолий Иванович, пожалуйста, слушаем внимательный маус. Какая реклама? Четырнадцать мауса? Четырнадцать мауса? Четырнадцать. Другой Игорь Фёдорович, прежде всего, приветствует говорить еще привет. Спасибо. На сегодняшний день... Я являюсь профессором, отсутствуем, но недавно в составе Санкт-Петербургского университета института наук о земле. Я, как сказал Игорь Фёдорович ранее, на протяжении института географии в составе Санкт-Петербургского университета. Сегодня у нас научно-исследовательских институтов нет, но вот попытка объединения факультетов остановилась на нас. Ну, я думаю, что другим факультетам повезло, а нам не повезло, потому как мы свою науку вот в этой местности стали ускорены терять. Мне приходилось работать советником в Южном Вьетнаме в середине 80-х годов по региональному развитию. Именно вот в те годы я вынужденно, или по необходимости принимал участие в разработке программы обновления в Южном Вьетнаме. После войны прошло всего лишь 9 лет, и экономика Вьетнама должна становиться на ноги, и нужны были какие-то консультации в условиях плановой экономики. Плановая экономика была в Советском Союзе, и поэтому вполне закономерно, что мне удалилось участвовать в этой работе. Поскольку Вьетнам и Китай всегда были рядом, не всегда дружили, дело доходило до военных конфликтов, но что касается проведения грехов, то они шли примерно до. Именно в те годы во Вьетнаме стали разрабатывать программу обновления, и эта программа опередила даже нашу перестройку, потому что, что касается проблем реформирования экономики в их 90-х годах, то тем более. В Вьетнаме не разрушали плановую экономику, не разрушали коммунистическую партию, делали в силу, как говорится, исходы постепенно. И в этом отношении, несмотря на некоторые различия во взглядах на пути развития, они брали пример с Китаем. Чем же знаменателем этап реформирования экономики в Китае? Я давно работаю в области географии экономики. Первый час в моей жизни проходил почти исключительно в сфере экономики. И в конце 60-х годов я хорошо помню, как у нас в России проводилась разработка экономической реформы, которая получила название «Касыкинская реформа». Тогда не отказывались от плановых начал, но в то же время допускалась некоторая свобода в планировании управления развития предприятий. Эта свобода состояла в том, что предприятию определялся объем капитальных вложений и выпуск продукции натурального изделия. А все остальное отдавалось подводителю предприятий, а в числе этого остального была зараженная плата и численность зараженной. И вот эти показатели стали очень быстро меняться. В какую сторону? На Щекинском химкомбинате в Тульской области объем производства даже стал возрастать, качество возросло, численность занятых стала сокращаться, естественно, под рост заработной платы. Вот это как раз и набугало наших политиков с того времени. Пошли жалобы, что увольнение с работы, другие получают много, а мы вообще лишены заработной платы. И эта программа была приостановлена. В то же время, именно вот эти начала, которые были положены в эту посыдинскую дипломку, мы получили развитие в Китае. Это произошло уже в первой дизайн, когда в Китае появился мыслитель, умный человек, Дэн Сиалфи, и в 78-м году Китай приступил с реформированием экономики. Мы приступили к реформированию экономики в 90-е годы, то есть спустя как минимум 12 лет. И в основу нашего реформирования мы положили западноевропейский опыт, создание шоковой терапии, концентрация усилий на ведущих объектах. Мы совершенно оставили мне внимание аграрный сектор экономики. Все изначально до этого проходила Китай. Приступая к экономике, к реформированию экономики, Китай, прежде всего, обратил Деванин на развитие сельского хозяйства. Соответственно, в производстве сельскохозяйственной продукции были приближены перерабатывающие сельскохозяйственные сырье предприятия. Тем самым удалось сельской местности закрепить население, избавить его от обмещания и обеспечить проживочный минимум для подавляющей части населения этой огромной по численности населения страны. В сельском хозяйстве в то время было занято порядка 3 численности населения, и стала возникать перерабатывающая промышленность на мелких предприятиях. В России как раз даже с опозданием все было наоборот. Аграрный сектор был поставлен без внимания, из села вынули людские массы у города, не находя в себе применений, превращаясь в применения. Поэтому и уровень жизни населения, и качество жизни населения, а также продолжительность жизни наших сограждан рисковало. В этой высококвалифицированной аудитории нет необходимости напоминать те показатели, в котором мы скатились в 90-е годы по основному показателю продолжительности жизни. Достаточно рассказать, что по этому показателю стали в один ряд с африканскими странами. Каким образом дальше в Китае проходили реформы после сельского хозяйства? С продовольственной базой вопрос был более-менее решен. Голода не уступило, экономическая безопасность была обеспечена. После этого стали производить продукцию, которая была очень дешевая для потребителя, но она получила высокий спрос. Здесь мы сильно помогли Китаю в развитии вот этой части экономики, поскольку при обнищании нашего народа на всем Востоке, вот до Урала и даже в Заурале появились китайские рынки, где продавалась и одежда, и другие товары, и повседневного спроса, и продовольствия. Таким образом мы помогли китайскому рынку при реализации этой продукции. Поскольку в нашей стране сельского хозяйства, по сути дела, не стало, то мы, наоборот, продукцию стали закупать за рубежом. Я хорошо помню, умно высказывания своего коллеги по университету, я имею в виду Анатолия Александровича Савчика, который вовсе услышание заявил, а зачем нам развивать сельское хозяйство в Ленинградской области. Мы закупим сельскохозяйственное сырье в соседних странах, вот в Белоруссии, в Польше, в других странах. Там дешевле. О качестве, правда, этой продукции он не говорит. Но что значит, когда по всей России приостановилось развитие сельского хозяйства? Это не способствовало развитию индустриального сектора, промышленного сектора, а, наоборот, поскольку вот этот сектор потребления промышленной продукции исчез. Не стало потребностей в тракторах, комбайнах, не стало потребностей в генеральных удобрениях. Остановились промышленные предприятия. То же самое произошло и в нашем городе, что вполне естественно. На прямую основу с Кировского завода и многих других промышленных предприятий, которые в значительной степени были ориентированы на развитие сельского хозяйства экономики. Ну а дальше, каким образом проходило развитие в этом сборнике, сопоставление по всем составляющим развития экономики в России и в Китае прослежено. Ну и каждый вот этап развития характеризуется противоположными векторами. У них и у нас. Тот жёсткий график регламента, я не имею возможности проследить подробно этот путь. Если кого этот аспект заинтересует, можете познакомиться, я ещё не видел. Возможно, это, вероятно, опубликовано моим материалом. Поэтому я уже к последующим этапам, когда перескочу динуя промежуточник, то, что уже обеспечивало быстрый рост экономики в Китае и сопоставлю с ростом экономики в нашей стране. Начну с России. За счёт чего-то этот рост мы обеспечили. И вот в недавнем прошлом мы говорили, что мы не так уж плохо жили. Если посмотреть на структуру ВВП по стране в целом, если посмотреть на структуру ВРП по регионам, то мы увидим, что устойчиво, стабильно экономика развивалась только там, где она имела ресурсный характер. И ориентировалась на использование природных ресурсов. Прежде всего, у них дороги, нефти и природного газа. Ряд наших регионов имеют многоотраслевую структуру. В столичных городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, в ту пору Нижний Новгород, Самара более-менее выживали за счёт того, что падал спрос на продукцию в одном секторе экономики и одновременно поднимался в любом. Вот это уравновешивалось состояние. Но то, что касается других регионов Российской Федерации, то они имели отрицательный тренд в части темного роста производства. И в результате пришли, что число доноров регионов, обеспечивающих федеральный бюджет, до 10 или 12. И вся экономика стала базироваться из 89 на то время, 85 сегодня, субъектов Российской Федерации. Вот только эти регионы подпитывали экономикой. Были средние очки, но они составляли большую часть, которые сводили концы с концами за счёт собственного производства и не доели особенно федеральный бюджет. Но и была третья группа регионов, так называли регионов республиентов, которые предоставили жилье, преимущественно за счёт федерального бюджета. И вот эта часть регионов не сократилась и до сегодняшнего дня. Их число относится, увы, все республики Северного Кавказа. Они так и остаются доноров. И вопреки, казалось бы, явным правилам, закономерностям развития приграничных территорий, получающих дополнительный импульс за счёт копирирования производства соседней, у нас приграничные регионы тоже перешли в разряд рецепиента. Самый яркий пример северо-западной федеральной округи – это Псковская область, одна из наиболее проблемных территорий Российской Федерации. То же самое можно сказать о Брянской области, но на Востоке – Амурская область, еврейская область, та, которая находится ближе к Китаю. Это просто яркий показательный пример. Город Айкэ на другом побережье Амура приобрел огромные темпы просто численности населения. Возникли предприятия в нашем Гореченске, как бы, так и остался с бедным городом, где число заработок у нас было дорастать. В чём дело? В том, что в Китае и в этом городе Айкэ стал создавать перерабатывающие производства, которые стали работать на наших ресурсах, и, в первую очередь, и многие, и многие другие. Характер урбанизации. Да, сегодня в Китае спроектированы города, которые составят в недалёком будущем численность населения 200 миллионов человек. Вот такие сильно урбанизированные территории, в основном на Востоке, Приморской части. А что касается других территорий, то они как и раньше сохраняли сельскохозяйственную специализацию, так и сегодня сохраняют таковую. То есть равное внимание как промышленному производству, так и аграрному в Китае уделяется. Ну, чтобы не быть обвинённым в недостоверности информации, пару слов о Тибете. Конечно, Тибет не сопоставил с восточными территориями Китая в уровне социально-экономического развития, в качестве жизни населения. Это та вот рана для Китая, которая не только не заживает, но и всё больше и больше проявляет себя в негативном плане. Ну, и у нас такие территории тоже имеются. И каковы же всё уже, да? И каковы перспективы. Ещё двух паров. Раз, я закончу. ШОС, Азиатский-Тихоокеанский регион. Ну, БРИКС, о чём я с рукой в программе шла и тут здесь речь. Да, это для Китая очень большая поспория в развитии экономики. Мы тоже очень рассчитываем на всплеск развития экономики благодаря сотрудничеству со странами, которые входят в перечисленные сообщества. Но всё-таки геополитический вектор у нас и в этом управлении не просматривается так ярко, как в Китае. Китай теряет этот рост производства. Но то, что ему удалось создать заботы о реформировании, не так уж страшно для сегодняшнего Китая. А если мы и дальше будем иметь такую цену на негатив, как сегодня, то, что у нас в ближайшем будущем довольно-таки уровень плащады. Спасибо. Слово предоставляется Клавову Сергею Николаевичу, старшему научному сотруднику, что это военная история Академии Генерального штата Минобороны России и Западной военной. Академия Генерального штата Минобороны России и Западной военной. Академия Генерального штата Минобороны России и Западной военной. Что им не надо? Нет, что ты можешь взять еще раз. Никуда, никуда, никуда. Помышки. Куда? Уважаемые коллеги. Куда? 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 Хотя еще в 1946 году не было реформ, прихода к власти, как говорят сейчас, прозабранные наши оппоненты, прокоммунистических режимов и так далее. Еще все это только-колько вопросов в стадии развития. На фоне все более у нас развивающихся полисового противопорства, приобретших глобальный характер, 17 марта 1948 года, Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Лексикбург, был подписан Плюсельский пакт, оформленный как Западный Союз. А уже через год, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, 12 государств, вы все их прекрасно знаете, образовали реализацию северо-езонатического договора НАТО. То есть вот уже были саботы в хронологической цепочке и так далее. Еще нет ни Варшавского договора, еще ничего нет. Уплачая свои агрессивные планы в жизнь в США, уже после окончания Второй мировой войны, был разработан целый ряд планов нападения на Советский Союз. Вот планы по годам они расписаны, которыми, как государство уничтожило социально-политическую систему, шли на территории, на отдельные оккупационные зоны, которые при истории, это вы еще знаете, это еще и конец 19-го, и начало 20-го века, которые, собственно говоря, пытались, собственно говоря, в свое время реализовывать еще в ходе событий, которые были связаны, говорится, с революцией 19-го года. В то же время, в целях превозвращения коммунизации, США приступили к созданию близких, ну, по духу целенных задачам, военно-политический блок в Азиатско-Киагрикянском регионе. Ну, это, как говорится, Анзюс, Сеата, Сентер. Ну, и в последующем уже, как говорится, в сентябре, то есть после принятия в марте, в апреле 1949-го года создания блока МАТА, ну, вот в сентябре 1949-го года на территории, так называемой Тризонии, это оккупированная, которая Ша Великобритании и Франции, была промышлена Федеративная Республика Германии, хотя было, говорится, по всем, вопреки согласно поздравским договоренностям, ну, вот, было все-таки, это должна была быть единая государство, никто его не сам, по крайней мере, с точки зрения руководства Советского Союза, задача так не стояла. Вот. Практическим шагом, дальнейшим, говорится, по, который, в том числе, говорится, основной задачей вот этого, в принципе, продолжения Германии, это подготовка, включение этой страны в систему ЛАДА. Практическим шагом к этому стало подписание 52-го года Парижского договора об учреждении Европейского бронительного сообщества, ну, куда уже было, вошли, вошла Федеративная Республика Германия, и этим договором предусматривалось создание этими странами объединенных вооруженных сил. Ну вот. Значит, в свою очередь, естественно, на Берлинском совещании министров иностранных дел Советский Союз еще пока ничего не формирует. Значит, на Берлинском совещании министров иностранных дел СССР, США, Англии, Франции, проходившем с 25-го по финале, по января, по 18-го, правиле 54-го года, Советская полиция предложила распустить имеющиеся Союза и вопросы решать исключительно мирными средствами. Однако это предложение принято не было. И более того, 23 октября 54-го года, в соответствии с Парижскими соглашениями, ранее подписанных ФРГ вошла в состав Украинского Союза и решалась вымирать своей вооруженной силой численностью 500 тысяч человек. В этой связи еще до вступления в СИРУ Парижских соглашений 31 марта 54-го года, ну, как вы все знают, но я напомню, советское правительство предприняло дипломатический шаг на правилах США, Англии, Франции, НОТЭК, которое предложило рассмотреть вопрос об участии СССР в организации Северо-группического договора. Однако это предложение было отклонимым, как вы это знаете. В начале мая 55-го года Парижские соглашения вступили в силу, что означало окончание отключения ПРГ НАТО. Напряжение и недоверие между странами Запада и Востока достигло своей до высшей точки после окончания Второй Городой войны. И в связи с этим, как по сути дела, ответная реакция 8 европейских социалистических стран на конференции, которая проходила с 11 по 14 мая 55-го года в Варшаве приняли решение заключить договор о дружбе сотрудничестве в зимой помощи, который был подписан 14 мая. Его, как я еще раз повторюсь, создание стало ответной меры и вынужденные меры на создание в 49-м году блока РАТО. Все более остро развивалось двухполисное противоборство, имеющее глобальный характер, которое во многом определялось противостоянием военных блоков. Еще раз подчеркну, что показательное является то, что западные державы были опвердены для предложения СССР, и на 2-й половине 50-х годов о раздражении и заключении ядерного оружия. Я хотел бы теперь остановиться на основных этапах в силу ограничения времени. В этот период США продолжают делать ставку на развитие ядерного оружия. Естественно, в Советском Союзе, как вы знаете, прошли испытания и атомные бомбы, и термоядерные бомбы. И, собственно говоря, уже в 60-х апогеем вот этого противостояния стал Карибский клиник. Примечательно, надо напомнить, что в тот период США обладают превосходством в количестве 108 фаллистических ракет, а в Советском Союзе их было 4 межконтинентальные фаллистические ракеты. Тем не менее, на открытие противостояния военные в США уже не пошли. То есть, когда, угроза для США непосредственно возникла, они, ну, так, простым языком, дали, за них, вот, отступили. В целом, уже в конце 70-х годов стало понятно, что, говорится, снижение ядерного паритета между СССР и США собственно говоря, уже года достигнуто. Но, говорится, поскольку, говорится, говорится, научно-техническая мысль не стояла на месте, вы знаете, что постановка на боевое дежурство мобильных комплексов ФРМСР железнодорожных, грудного и железнодорожных, это значительно повысило живучесть наших сил ядерного стерзла. Ну и, в конечном итоге, вы знаете, это повлекло проведение Хельсинга совещания по безопасности в 75-м году с 30 июля по 1 августа, которое проходило. И, в общем-то, наметились определенные тенденции по ослаблению международной напряженности. Но, тем не менее, говорится, вы знаете, что с приходом власти Рейхана принятие его так называемой в США стратегической обороны инициативы, развитие противоборства, оно перешло в новую фазу. естественно, здесь переходит на ракет на доллар и так далее. По сути, дело, это рычаг, который придяло в основном большое воздействие на экономическое давление, на Советский Союз и, в принципе, на снос снос, снос, снос. в начале пересекровки в 1991-м году, как вы знаете, это привело к распаду Советского Союза и самой системы социалистического лагеря. В настоящее время, если я заканчиваю буквально минуту, вы знаете, что поскольку паритет между силами, ядерными силами, он сохраняется, поэтому мы говорим о системе ПРО, это как европейское ПРО, и по сути дела, глобальное, которое вы знаете, что в нашей попытке нашего руководства создать единую систему ПРО, она не увеличалась в первую из от нее тоже, американское руководство отказалось и создание вот этой системы ПРО является с точки зрения американского руководства, как я уже говорил, это механизм достижения определенного превосходства или, скажем, по крайней мере, преимущества по отношению к нашим силам ядерного сдерживания. Ну, естественно, что на месте наша наука не стоит и введением на боевое дежурство релокационных станций типа Воронеж, ДМ, такая была, которая, в частности, у нас в Лехтюсе Ленинградской области распоможила, и созданием обширного релокационного поля, значительно снижает профит, как одно из направлений деятельности нашего государственного военного руководства полностью по поддержанию вот этого паритета. В настоящее время для того, помимо этого, одним из направлений деятельности нашего государства является это совершенствование военного потенциала, и второе, это поддержание, как уже здесь говорилось, отношений, партнерских отношений со странами ОДКБ, также СНГ, ШОС и БРИКС, что, по сути дела, также в определенной степени и в значительной степени способствует поддержанию квалитета настоящей облины. Благодарю за внимание. Спасибо.